Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовой независимости. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 23 миллиона рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Недавно на просторах интернета появилась история одного трейдера, который потерял все свои деньги на фондовом рынке. Точнее, это он сам опубликовал свою историю, показав скрин своего счета и рассказав про то, что с ним случилось. И сегодняшнее видео именно об этом. Многие инвесторы-новички или даже инвесторы со стажем периодически начинают задумываться, как увеличить или, как говорят, разогнать доходность своего инвестиционного портфеля. И вот в такие моменты на глаза им попадаются разные соблазнительные инвестидеи, которые дают мнимую возможность быстро и много заработать в максимально короткие сроки. А приводит это порой к полному краху. Когда вы вступаете на эту скользкую дорогу с потенциально очень высокой доходностью, полезно не забывать о повышенных рисках, которые вы на себя берете в этом случае. Ведь фактически вы начинаете играть в рулетку. Именно поэтому я решил сделать данный ролик напоминание, который, возможно, остановит кого-то из вас от необдуманных поступков и не даст потерять заработанные вами тяжелым трудом деньги. Итак, история трейдера, который потерял все свои деньги на торговле опционами. Он сам опубликовал свою историю, показав скрин своего счета и рассказав про то, что с ним случилось. Вот текст его сообщения. В теме сообщения написано «Опционы прекрасны до тех пор, пока это больше не так». Дальше он пишет следующее. «После многих лет регулярного трейдинга я решил попробовать опционы. Все шло отлично, пока все не поменялось. Теперь у меня шрамы на всю жизнь. И я планирую сделать долгий перерыв в торговле на фондовом рынке. Мною извлечены очень дорогие уроки». Что же произошло? Собственно, он потерял все свои деньги, которые были у него, а это 332 тысячи долларов. Перед вами скрин его счета за последние два года. Кстати, ставьте лайк и пишите комментарии. Вот именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. И подписывайтесь заодно. Тут у меня полно всего полезного для инвесторов. И никто вам здесь не будет впаривать IPO, страховки и другую ненужную хрень, как вот подобный трейдинг. Так вот, начиная с марта 2020 года, его счет начал очень быстро расти за счет опционов. Были дни, когда рост составлял 200 тысяч долларов. А на максимуме 3 июня 2020 года он увидел у себя фантастическую сумму в 1 миллион 889 тысяч долларов. Но уже через несколько дней из-за неожиданных, непрогнозируемых движений на фондовом рынке его счет стремительно обнулился. Когда его спросили, почему он не зафиксировал ту гигантскую прибыль, когда его портфель вырос так сильно, он ответил, что сработала жадность. Казалось, что можно было заработать еще больше. От себя я бы добавил, что он уверовал в собственную гениальность. Вот такая вот поучительная история. Думаю, понятно, что такой печальный исход может образоваться и при торговле с плечом, и при использовании фьючерсов, и тому подобных различных спекуляций и вариаций трейдинга. Конечно же, не всегда в ноль, но существенных денег лишиться можно запросто. Если хотите узнать больше про иллюзии трейдинга, то советую посмотреть мой ролик «Почему опасно спекулировать». Там очень много полезной информации, которая расставляет все по своим местам. На сегодня это все. Хочу вам пожелать удачных инвестиций и достижений ваших финансовых целей. Всем здоровья и большого профита, и да пребудет с вами сила сложного процента.